Всю прошлую неделю я рассказывал о том, как зажигательно получилась экспирация по индексу РТС и как сработала моя опционная стратегия. Ну, я говорил, что я ставлю на падение индекса РТС, а он вырос. И, ну, там у меня были текущие убытки, я это показал честно совершенно. Ну, многие записали меня в лузеры, но это не совсем так. Дело в том, что я продолжаю все-таки оставаться в шорте по индексу РТС. И когда вот обсуждение шло, мне пишут, Юрий, РТС продолжает расти, а ты в шорте. Может, ты закроешь эти фьючерсы, потому что он растет. А я такой, ну, я был в Москве в это время, то есть я с 11 до часу дня был на вебинаре, вот в открытии брокер, а потом я уехал в Москву. Но я видел, что индекс РТС продолжает расти и, соответственно, растут мои убытки, увеличиваются. И я думал, что же делать. Вот, ну, я приехал уже достаточно поздно из Москвы. Я подумал-подумал, посмотрел на все. И что вы думаете? Я увеличил позицию на шорт. Я продолжаю ждать корректировки на индексе РТС. Посмотрите. Когда у меня завершилась экспирация по индексу РТС, у меня было продано 8 фьючерсов на индекс РТС по цене 115 тысяч. Вот по этой цене. А он... Что я сделал после закрытия? Было 9. Было 9. Я сначала поставил вот здесь вот заявку на покупку. То есть закрыть эту позицию, ну, с минимальной прибылью. С минимальной прибылью, ну, в общем-то, это было, так сказать, ну, как бы... Я закрывал, конечно, с прибылью. То есть я чуть меньше бы потерял. Вот. Но я поставил заявку сначала на покупку, а потом я переделал эту заявку на условную заявку на take profit. И я решил, что если он будет падать, то я поставил take profit, значит, там с хорошим запасом. То есть он будет падать и постепенно будет... Ну, если индекс РТС падает резко, то, в общем, эта стоп-заявка принесла бы мне прибыль. И она сработала. И вот она принесла прибыль. Вот вы видите. Вот она, эта стоп-заявка. Вот она, заявка. Но когда я выставлял стоп-заявку, честно скажу, я ошибся. Я поставил только один фьючерс. Я забыл исправить вот это вот количество фьючерсов. У меня купился только один фьючерс с прибылью. А остальные 8 у меня остались. И индекс пошел вверх. И они продолжили генерировать мне прибыль. Теперь давайте посмотрим, куда идет индекс РТС. Он ушел вверх. И он уперся. Вот он, вот предыдущий максимум был. Вот он, максимум. Посмотрите. Он сейчас у верхней границы. Пробьет он ее или нет, я не знаю. Может пробить? Да, может, конечно. Может вырасти. При каких условиях вырастет индекс РТС? Давайте посмотрим. Индекс РТС. Это, напоминаю, это индекс московской биржи, выраженный в долларах. Чем был обеспечен этот рост? Этот рост был обеспечен укреплением рубля. Рубль в последнее время постоянно укреплялся. Он 78 рублей за доллар. Доллар опустился до 76,125. Будет ли продолжаться вопрос такой вот укрепления рубля? Чем было вызвано укрепление рубля? Во-первых, это налоговый период заканчивается, и экспортеры продают свою выручку для того, чтобы заплатить НДС. Это первый фактор. И второй фактор. Россия разместила опять достаточно большое количество ОФЗ. Она торопится их разместить, пока условия еще позволяют, пока не началось падение, которое все ждут. И поэтому они говорят, блин, давайте побыстрее, побыстрее. В начале, в октябре надо, то есть все, что запланировали разместить, ну, большая часть уже размещена в ОФЗ. Что такое размещение в ОФЗ? То есть Минфин объявляет о дополнительном выпуске ОФЗ, облигации федерального займа, которые продаются в рублях и которые дают достаточно хорошую доходность. И что делают иностранцы? Они берут и хотят эту получить доходность, потому что за рубежом такую доходность гарантированно получить невозможно. Нет таких инструментов. Понимаете? И они вкладываются. Что они делают? ОФЗ продается за рубли. Поэтому иностранцы вводят доллары сюда, продают здесь доллары за рубли и на эти рубли покупают ОФЗ. То есть это называется арбитраж. Потом они получают прибыль от ОФЗ в рублях, конвертируют эти рубли туда и переводят к себе за рубеж. То есть сейчас они покупают ОФЗ. Достаточно большая часть, там по-моему 30 или 40% ОФЗ покупаются не резидентами. То есть для этого они продают доллары. И поэтому доллар тоже падает. Но ОФЗ размещены. Налоговый период готов. Он до 25 числа. Сегодня 25 число. Сегодня воскресенье. То есть пятница последний день. Я все еще жду, что доллар подпрыгнет в понедельник. Я надеюсь. Я верю в это. А соответственно индекс РТС при этом упадет. И вот они на максимуме. Поэтому я жду падения индекса РТС. Что я сделал со своей опционной стратегией. Я выкупил еще один индекс. Зафиксировал убыток по нему. И докупил опционов. Я продал 23 опционов колл со страйком 117.500. Вот она. То есть я верю, что индекс РТС не вырастет выше чем 117.500. Если вырастет, то эта позиция начнет генерировать мне убытки. В это же время я купил 30 опционов колл со страйком 120. То есть со следующим страйком. Вот с этим страйком. То есть если он вырастет, то у меня начнет уже вот эти вот генерировать прибыль. И они вместе антагонисты. То есть вот этот вот мне генерирует вот здесь убытки. А вот эти генерируют прибыль. И после того, как линия пересечется, прибыль будет больше, чем убытки. Вот что дальше. У меня куплено 20 опционов путь со страйком 115. Вот этих вот куплено. То есть если индекс упадет сюда, то вот эта позиция начнет мне генерировать прибыль. Но пока индекс далеко отсюда, я считаю, ну то есть его можно купить по дешевке. То есть он вырастет многократно, если он начнет падать. То есть я рассчитываю на падение. И у меня по-прежнему вот минус 7 сейчас индексы в РТС. Давайте посмотрим, как выглядит эта стратегия. Вот как она выглядит в данный момент. Так, сейчас я немножечко масштаб изменю. Вот так. И вот так. Вот так выглядит моя стратегия. То есть смотрите, я сделал вот здесь достаточно небольшой рост. Но при этом опционы будут давать рост намного больший при падении, чем соответствующие фьючерсы. Но при этом и падение тоже больше. То есть если я не угадаю, падение будет больше. В данный момент у меня дельта минус 17. Сравните, когда у меня были проданы фьючерсы на индекс РТС, дельта была минус 9. Сейчас дельта минус 17. То есть я более агрессивно, еще более агрессивно настроен на падение РТС. Первое. Второе. Дальше. Если индекс РТС будет расти, то у меня начинают, как я сказал, генерировать прибыль вот эти опционы колл. И соответственно, вот если мы вдаль посмотрим, то у меня все сбалансировано, но нам вешано в низких уровнях. Теперь посмотрим, вот что будет без вот этих минус 7. Оп. Вот она. Посмотрите. Без вот этих минус 7, без 7 фьючерсов, которые я могу просто поставить, то есть если пойдет рост, то я их, конечно, загашу. То есть если пробьет вот эту вот линию, то я их загашу. У меня без них 0. То есть на момент экспирации вот здесь 0. Если у меня к моменту экспирации без этих фьючерсов РТС не вырастет выше, чем 117 500, то в общем-то сказать у меня все сбалансировано 0. Я ничего не потеряю. Но если только он начинает падать до 115 тысяч, то есть вот всего-то вот сюда он упадет, то я возвращаю 25 тысяч. И как только он пойдет снова в рост, я беру и вот эту позицию опрокидываю вниз, вот это вот крыло. Вот это крыло я опрокидываю вниз, то есть я продаю ближайшие опционы PUT и покупаю там подальше, уже поглубже. То есть, соответственно, я поднимаю вот эту планочку. Ну и, соответственно, гашу, естественно, я по тейк профиту гашу вот эти вот фьючерсы. Это очевидно. Вот так. Ну, посмотрим, что будет. Я все еще говорю, что я... Ну, чем выше он растет, тем больше вероятность того, что он когда-то упадет. Поэтому я увеличил вот эту самую дельта. Вот такой я упертый на самом деле. Поэтому вы можете меня поддерживать, можете нет, можете наблюдать. Я вам советую наблюдать. Я вам крайне не советую повторять то, что делаю я. Лучше смотрите. Я вам рассказываю свою мотивацию. А что у меня получится, вы увидите. И тогда уже делайте выводы, прав я или не прав. На сегодня все. С вас лайк. Спасибо. С вами был Демитков Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok